Это сладкое слово Аризона. Я ни одного дня не пожалела, переехав сюда 8 лет назад. Но как можно пожалеть, видя вот это вот небо, эти деревья, кактусы, эти дороги, эти цветы и клумбы, и эти горы. Вот это место как будто создано для меня. Оно отражает мое внутреннее «я». Может быть, потому что я родилась и выросла, моя юность прошла в Туркмении, на полуострове, в Каспийском море, в небольшом городе под названием Чиликен, где я стала писать свои первые такие неловкие стихи, когда мне было 12 лет, когда у меня появился братик, когда мы переехали из Чиликена в другой город, который назывался Нибиддак. И я написала опять другой свой стих о том, как мне грустно, что я уехала из моего родного города. Я не умела, но все-таки выразила в этих стихах свои чувства к природе, где я родилась и где я росла до 12 лет. У меня, вообще-то, была целая общая тетрадь моих стихов. Писала я их почти до 18 лет включительно. Как резко я начала их писать, так резко я их и закончила. Наверное, многие проходят через этот этап. При множественных переездах я потеряла эту тетрадку. Но кое-какие стихи, не полностью, но отрывки из своих стихов я помню. И в том своем первом неумелом стишке я говорила о песке, который дует из пустыни и забивает глаза, и о ветре, и о море, и о своих сожалениях, что теперь не будет этого ничего, потому что я переехала в другой город, где нет моря. Ну, в принципе, я этот город еще и толком не знала, город Небедаг. Потом уже, правда, когда в Небедаге, я там уже стала ходить в старшие классы и закончила школу, у меня было очень-очень много стихов, там была первая любовь, там были первые разочарования, был мой первый опыт предательства со стороны моей подруги. Все это мое самовыражение, живя там, вот на такой же природе, ну, правда, не настолько ухоженные были улицы, и город, и дома были другие, но там была дикая пустыня, и все там росло в диком таком виде, в хаотичном. Но вот это все равно чувство, ощущение, изучение самого себя, самой себя навсегда оставили во мне вот это вот чувство любви к пустыне, к горам, к запаху пустынной растительности. Вообще, это странно, как некоторые, наверное, люди пишут свои первые стихи, как это получается. Вот я помню, что это просто внезапно могло произойти, когда я посмотрела в окно и увидела звезды, а мои родители спали, я помню, в этот вечер. И я просто хаотически схватила ручку, листочек бумажки и стала писать то, что у меня из головы выходило. Или я смотрела в окно днем на дерево, сидя за своим письменным столом. Это была весна, и опять же у меня какие-то стихи из меня стали, какие-то фразы стали выходить, я стала опять записывать. Вот так вот я очень много у меня получала, что это само собой произвольно происходило, мне только оставалось успевать записывать. Интересно, конечно. Но поскольку я медик, я считаю, что все это наши гормоны, самовыражение в стихах. Кто-то пишет какие-то поэмы, кто-то пишет стихи, кто-то рисует. В этот момент происходит взрыв чувств, эмоций. Дерево ты расцветаешь, ах, на дворе же весна, и ничего-то ты не знаешь, как девушка в юношу одного влюблена. И кажется ей небо звездное, тучи подарены ей. И хочется парню так низко склониться, всмотреться в глаза ее, вытереть слезы, сказать, дорогая, к чему это грусть? Люблю тебя, милая, отбрось свою грусть. Вот помню, что-то я такое. Ну и потом очень много ведь мы в школе читали стихов. Мы читали Пушкина, Есенина, Лермонтова, Некрасова. Наверное, это как-то помогало какой-то ритм создавать. Создавался ритм в нашей голове, и подставляли просто какие-то слова, и получались стихотворения собственные. Ну вот, к примеру, нашел ты друга, доверил ему тайно из души, а он и поразмыслил так мыслишками, что, мол, несчастлив человек, так выгоды не жди. И через месяц, может быть, и раньше, ушел, ни слова не сказал. И не поймешь ему то ли здравствуй, или прощай уже сказал. Так как же вот друзьям-то верить, как боль души и открытием не таясь? Какою меркою друзей всех мерить? Что делать, болтунам, прощать? Что-то такое. И вот когда я приехала сюда, в Аризону, опять эти чувства нахлынули на меня, эти воспоминания, потому что вот, когда ты вдыхаешь аромат того, что навевало тебе в твоей юности, в твоем детстве, невольно ты возвращаешься туда и вытаскиваешь где-то из глубины своей памяти, то, что ты, казалось бы, давным-давно уже забыл, или, казалось бы даже, что этого и не было, а оказывается, это есть. И это так интересно опять смотреть в себя, как в хорошо забытое старое, листать эту книгу, перечитывать ее, воспоминания в твоей голове вдруг, о таких вещах, которые, в которых очень приятно вспоминать, которые такие очень личные, очень такие сокровенные. Когда едешь по дороге в Аризоне, ночью вид еще красивее, потому что вот эти все дороги, они высвечены такими, как трасса на взлетной полосе. Едешь, дома невысокие, и так получается, что ты едешь по рассвеченной трассе, по дороге, и прямо над тобой висит небо с огромным количеством звезд, и это просто великолепно, это просто сказка. Вот фильмы, которые директор фильмов таких, как «Джаз», это в переводе «Пасть акулы», это уже старый фильм режиссера Стива Спилберга, последующие его фильмы, такие как «Джурасик Парк», «Индиана Джонс», «Война миров». Это все вот отсюда, ведь он школу здесь заканчивал. Здесь вот я хочу просто сказать, что здесь место, которое набивает на тебя, вот дает твоим мыслям место, как говорится, разгуляться, дает твоей фантазии разгуляться. И когда я смотрю его фильмы, я вижу в них и каких-то там динозавров, потому что в Аризоне очень много находят раскопки, раскапывают целые скелеты динозавров, они здесь когда-то, когда-то жили, обитали. Или он в фильмах каких-то научно-фантастических показывает там каких-то огромных скорпионов или какие-то волшебные буквально абсолютно закаты на небе. Это вот все как в Аризоне. Видно, ему это тоже в детстве дало какой-то заряд. Восприятие жизни, волшебное восприятие жизни. То, что отражается вот сейчас в его фильмах. Вот, кстати, последний его фильм, который называется «Ready Player One». Мне очень понравились слова. И вот даже хочу, сейчас я их выписала, перевела на русский, хочу зачитать. Там герой-подросток говорит. Они называют наше поколение пропавшим миллионом. Пропавшими не потому, что мы убежали куда-то. Нет. Просто нет такого места, куда мы можем уйти. Его нет нигде, кроме времени. Здесь только то место, где я чувствую, что я значу что-то. Мир ограниченной реальности, где ты находишься в своих собственных иллюзиях, в своих фантазиях и мечтах. Ну, этот фильм, последний, который в 2018 году вышел, он, в принципе, если его смотреть, кажется, что это фильм о том, как молодежь сейчас, современная молодежь, пребывает в иллюзиях, играя в эти сюрреальные игры. Ну, вот, на мой взгляд, конечно, этот фильм глубже, чем о том, что молодежь погружена в эти игры виртуальные, а в том, что она хочет найти себя в этом мире, когда все очень сильно заняты, когда родители заняты, когда мир очень быстро вертится вокруг тебя, вокруг ребенка, вокруг подрастающего человека. Он не знает, куда себя деть. И я считаю, что уход в нереальный мир игр – это своего рода медитация, где они находят свое успокоение, где они находят свою пристань. Потому что, на самом деле, куда можно убежать? Только в какую-то нереальность, где они остаются наедине со своими мечтами, иллюзиями. К сожалению, это так сейчас. Когда мы росли, вот наше поколение, нам старались прививать любовь к искусству. Мы слушали симфоническую музыку. Многие дети ходили в музыкальную школу. Мы ходили в театры. Мы участвовали во многих каких-то кружках театральных, в школах, КВН. Мы были просто заняты. И потом, когда мы уже выросли, стали взрослыми детьми, и в каких-то стрессовых ситуациях, мы стараемся использовать то, то, что нам дали наши родители использовать ту же самую музыку. ритм этой музыку. Ритм этой музыки, он как бы приводит твои чувства в порядок. Ну, сейчас, к сожалению, молодежи не прививают вот эту культуру музыки, ритм которой, я так бы сказала, алгоритм этой музыки. Он помогает дать человека найти свой баланс и гармонию с окружающим миром. А сегодняшний ребенок уходит в такого рода медитацию в игры, которая ведет к одиночеству все-таки. Но я хочу закончить свой рассказ на положительной ноте, потому что, глядя на всю эту красоту, которую я вам показываю, хочется сказать огромное спасибо тем людям, добрым людям, которых все-таки большинство на нашей земле, которые стараются соединить природу с цивилизацией, показать, что можно жить прекрасно в этом симбиозе, не уничтожая природу, а сохраняя ее вокруг себя, которая помогает нам выживать, помогает нам избавляться от депрессии, помогает нам просто быть хорошими людьми. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...